С вами канал «Учебник вслух». Окружающий мир, первый класс. Тема урока «Мы – россияне». Мы живём в России. Мы – россияне. Каждый из нас принадлежит к какой-нибудь национальности. Маша русская, Агиш татарин, Чигэл якут, Фаина еврейка. У каждого народа есть свой язык. У русских – русский, у бурят – бурятский, у ненцев – ненецкий. Но все жители нашей страны знают государственный язык России – русский. Рассмотри предметы искусства разных народов. Выбери один и опиши. Расписной поднос и бело-голубую посуду создали русские мастера. Кожаные сапоги и чиги и детскую шапочку, украшенную вышивкой и мехом, сделали татарские мастера. Дагестанские мастера изготавливают красивые шерстяные ковры и сервизы из серебра. С давних времён народы Севера любят украшать обувь вышивкой, бисером и тесьмой. Славятся они и резьбой по кости. Конь на крыше В старину избы часто украшали коньками. Кто был у крестьянина первым помощником? Кто помогал пахать, баранить, возить сено? Конечно, конь. А если нападал враг на русскую землю, то и на войну шёл добрый конь. И случалось, он выносил с поля боя раненого хозяина. Спасал ему жизнь. Вот за это и стоит конь. На самом верху крыши. Живёт конёк на крыше. Тучи проплывут, дождик прольётся. И станет конёк тёмным, точно вороным. А солнышко выглянет, и в его лучах кажется он уже розовым, золотистым. И будто ещё выше поднимет голову, гордится собой. Прочитай текст «Конь на крыше». Выбери ответ на вопрос, почему русскую избу в старину украшали коньком. Поставь на паузу, чтобы выполнить задание. Проверь себя. Народная сказка. У каждого народа свои сказки. Они по-разному называются, и события в них происходят разные. Но сказки всех народов похожи. Все они учат добру, справедливости, трудолюбию. Знаешь ли ты эти сказки? Прочитай нанайскую сказку «Айога». Выбери ответ на вопрос, какой была нанайская девочка «Айога». Себелюбивая, эгоистичная, трудолюбивая или добрая. Проверь себя.